В Бундестаге призвали передать Украине БТР «Фачс» и дополнительные танки «Лепард-2». Германии следует предоставить Украине, на фоне успешных действий ВСУ, в Российской Курской области, больше танков «Лепард-2», а также передать бронированные транспортные машины «Фачс». Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Twitter, 10, глава оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера. Он отметил, что продвижение украинских воинов на курском направлении впечатляет. «Путин, российский диктатор Владимир Путин, редакция, не может защитить Россию. Успех Украины должен быть основанием для того, чтобы говорить о дальнейшем выпуске «Лепард-2» и «Фачс», написал руководитель оборонного комитета ФРГ. Также он отметил, что в настоящее время Германия передала 5% своих «Леопардов-2» и ни одного «БТР-Фачс». Фабер также рассказал о заказе 123 танков «Лепард-2» и что немецкая сторона сейчас стоит перед решением «АФачс». По его убеждению, помощь ФРГ для Украины имеет решающее значение в борьбе с агрессивной войной Путина. По словам Фабера, удачная операция ВСУ в Курской области показала провал в Кремле и разгром в военном отношении. «Благодаря военной поддержке Украины, мы теперь можем заложить основу для постоянного существования мира в Европе», написал он. Напомним, в июне прошлого года в оборонной компании «Рейнметал» заявили, что Украина может получить отремонтированные бронетранспортеры ТПЗ-1 «Фачс» из промышленных запасов Германии. Перед этим, в апреле 2023 представитель МИД Украины отмечал, что ФРГ передала Украине лишь 6% своих «Лепард-2», однако не передала ни одного «БТР», «Фачс» или «Висел». По его словам, это нужно для наступления. Добавим, 11 августа, реагируя на операцию украинской армии, глава комитета Бундестага Маркуса Фабера заявил, что «Курский прорыв» закладывает основу для переговоров с преемником Путина. Кроме того, недавно в немецком Минобороны заявили о том, что ФРГ разрешила Украине использовать переданное оружие по своему усмотрению.